Добрый день! В эфире интернет-телевидение СБ. Как мы анонсировали, гость нашей студии, председатель совета директоров издательского дома «Комсомольская правда», генеральный директор «Радио говорит Москва», известный российский публицист, журналист Владимир Мамонтов. Здравствуйте, Владимир Константинович! Здравствуйте! Вы приехали в Минск и участвуете в форуме «Формат А3», который называется «Россия-Беларусь. Общее культурное пространство XXI века». На ваш взгляд, это пространство XXI века общее существует? И во всем ли оно общее, Россия и Беларусь? Ну, конечно, совсем уж общим оно быть не может, потому что независимые страны, безусловно, сейчас, и объединенные единым союзом, но, тем не менее, это разные страны, это раз со своими особенностями, с политикой внешней и внутренней и так далее. Это все понятно совершенно. И, кстати говоря, это не только понятно, но это и основополагающее. Это очень важный момент, сразу сказать. Но в исторической части, в менталитете, в языке, в общих военно-стратегических, хочется думать и культурных приоритетов, хочется думать экономических, разумеется, есть так много общего, что хотелось бы, поскольку это есть, оно уже есть, то хотелось бы это очень бережно сохранить нам, мне. Я за всех не буду говорить. Наверное, Иван, да. Хотелось бы это сохранить, потому что, как жизнь нас учит и показывает, нам иногда кажется, что это непреложная, великая ценность, и ничего с этим не случится, а на завтра оказалось, что мы разошлись совершенно по разные стороны этого ринга. В мировой и на иной политике. Сейчас разводим руками и говорим, как так вышло? Я имею в виду Украину. Украину, да. Как это вышло? К украинскому вопросу чуть вернемся. Вы ведете свою колонку в газете «Взгляд», и вот оттуда я взял такую фразу. Вы сказали, как-то Беларусь удивительным образом подобралась к Европе с другой стороны. Не с запада, а с востока. Это Европа, которая получилась в ходе трансформации Советского Союза. И я так не понял, это хорошо или плохо? Хорошо, хорошо. В моих устах все, что связано с Советским Союзом. Я хочу сказать, я немножко, как это принято говорить, у меня есть пунктик, да? Мне очень нравится Советский Союз, кино, искусство, некоторые вещи даже. Ностальгия по молодости или принципиально? Нет, это очень принципиально. Я понимаю все ужасные, тяжелые или там, в общем, глупые страницы в истории нашей общей страны. Это я все понимаю, безусловно, но любви не утратил, и интереса не утратил, и изучение этого, и так далее. Поэтому для меня, я вообще думаю, что я бы мог добавить сейчас к этому тексту, я бы мог добавить, что для меня как раз именно Белоруссия и Минск, в частности, как ее столица, являются, я бы сказал, даже большим правоприемником СССР, чем Россия и Москва. Вот вы говорите, хорошо это или плохо? Ну, наверное, у всякой медали есть две стороны. Но в каком-то смысле, конечно, мне кажется, что это хорошо. И делать даже не в ностальгии. Вы знаете, есть такая вещь, в России колоссальная... Вот какая главная нехватка сейчас в России? Вот, небось, думаете, сыр или хамон, или что? Или, может, рыба белорусская знаменитая, которая, значит, белорусская рыба, которая к нам теперь поступает. Спасибо вам большое, что вы тут выращиваетесь только лососями. Мы не только перерабатываем. Я шучу, конечно, да. На самом деле, спасибо, правда. Смотрите, думаете, это что ли главная нехватка? Да нет, у нас в России, извините меня за... Может быть, это мое личное мнение, может быть, кто-то с вами согласится и так далее. Справедливости. Вот у меня какое-то чувство внутреннее, что в Белоруссии больше справедливости. Ну, не буду говорить, чистоты на улицах, там это все банально. Это банально, я как-то описал, никому не понравилось мое описание, как по Минску едет старая советская машина с новым пылесосом и чистит это. Ну, мог бы написать про этот новый пылесос-то, это правильно, а вот что он про старую машину-то написал? А мне нравится эта советская старая машина. Мне кажется, что эта старая советская машина нас еще везет. И Россию, и Белоруссию, и будет еще везти. Поэтому я действительно отношусь к этому советскому наследию с уважением. Я бы не хотел его выкидывать вот так легко, отбрасывать вместе с тем плохим, что в нем было. Друзья, у нас работает интерактивный чат. Вы можете задавать вопросы гостю студии, участвовать в нашей беседе. Я предлагаю иногда переходить на вопросы от зрителей. Вот некто спрашивает, нужно ли России лечиться от имперских комплексов? Вот такой вопрос, кстати говоря. Я действительно читал, что ваши коллеги вас считают большим знатоком. Да, имперским. Нет, они говорят так, пишут, знаток происходящих на постсоветском пространстве процессов. Но часто даже в своих интервью вы рассказываете, что действительно как-то на каких-то конференциях по Крыму еще вам не очень нравится, когда некоторые постсоветские республики, в частности шла речь об Армении, я помню, как-то о Казахстане, ну как-то недовольны чем-то Россией. То есть вас это как-то затрагивает и возмущает, почему они недовольны. Возмущает, это сильное слово. Но, безусловно, я к этому отношусь личностно, и в этом есть эмоция. Да, то есть, может быть, исходя даже из этого вопроса, действительно, есть мнение в маленьких бывших республиках, что вот Россия не утратила свои... Надо нам в санатории слегка подлечиться от имперских амбиций. Нет, 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 это грубовато, да. Ну что не утратила имперские амбиции. И самое главное, что за счет этого... Березовые ванны может принять какие-нибудь, да. Нет, златоглавая, говорят, что она теряет своих истинных, ну я не знаю, союзников, что ли. Нет, потому что пытается с ними говорить на менторском тоне. Вот существует такое, не существует. Какое у вас мнение? Вы знаете, я скажу так. Значит, для меня совершенно ясно, совершенно ясно, как россиянина, и как... Ну, я вот к знатокам истории не отношусь. Я журналист. Я всю жизнь журналист. Публицист. Публицист, журналист. Ну, ладно, не в этом дело. Значит, я по внутреннему своему ощущению, я четко совершенно понимаю, что России и россиянам, и мне излечиваться от каких-то имперских амбиций, это вещь какая-то странная. И знаете почему? А потому, что когда это была империя, а это, безусловно, была империя, и сейчас это обломок империи, это Россия, а вы тоже по-своему обломок империи, да? Россия большая, и там в ней еще есть что отпилить, и при желании. А вот у вас уже поменьше, да и вас можно при желании потом там. Это только так кажется, что это вот там где-то. А у нас этого ничего нет, у нас тут все хорошо. И вы знаете, если враги найдутся, попилят. И нас, и вас. Значит, это... Похоже происходит на Украине, если уже... Конечно, мы же все видим. Мы же все видим. У Украины уже две, а то и три, а то и пять. Вот разве это хорошо? Разве те, кто жил в Советском Союзе... Я немного отвлекусь. Если те, кто жил в Советском Союзе, это чувствуют сами, как сколько наций, национальностей, со всеми трудностями своими, с проблемами, конфликтами и так далее. Жили, учились вместе, работали, дружили, женились. Ну, кто... Тот, кто знает, как это было устроено, как та советская любовь была устроена, тому не надо этой толерантности. А насчет имперской... Толерантность пустое слово и глупое. А любовь хорошая. Любовь и дружба хорошие слова. Русские и белорусские, они одинаковые, по-моему, да? Сябры... Ну, у нас любовь к неодушевленным, а кахание... А кахание... К человеку. Знаете, если вы приедете и скажете нашей девушке, что вы ее кахаете, она поймет. Она поймет. Она поймет. Самое главное. Это совершенно правильно. А вот от имперских, не знаю, надо ли нам всем. А вот смотрите, а зачем украинцы, скажем, примем их сейчас за самый крайний такой, крайний фланг, зачем они от этих амбиций излечивались? Половина маршалов победы украинцы. Половина каких-то, я не знаю, с царских времен, министры, государственные деятели, генеральный секретарь ЦК КПСС. Слушайте, а зачем так быстро? Может быть, это не империя была? Может, это другое было? Может быть, мы заврались сами себе? Какая русская империя? Кому надо излечиться? Да, собственно, у нас там русских-то в руководстве, первый Путин. Ну, нет, там были такие русские еще, правда, что лучше бы они не были. Ну, не важно. Вы имеете в виду Джугашвили? Вот не Джугашвили я имею в виду, а еще кое-кого после него. Джугашвили разный был. И страшный негатив, и трагедию, которую он принес, я бы все равно продолжал с тупым упорством, меня иногда в этом обвиняют, и с тупым, а правильным, я бы сказал, упорством, сопрягать все время с его ролью политически, мировой, позитивной ролью. Почему нет? Ясно, мы немножко... Так что торопиться не надо. Да, мы, конечно, примем ванны в Сочи, а теперь уже и в Крыму, и полечимся немножко от имперских амбиций. Мы в ванны, грязь, и в Крыму есть. А теперь уже здесь, Крым. Кстати, у вас довольно во всех интервью жесткая позиция по Украине. Насколько, на ваш взгляд, все-таки, если вы подчеркиваете, что вы журналист, насколько себя правильно ведут СМИ и Украины, и России, с точки зрения освещения этих событий, не кажется ли вам, что это какая-то, знаете, агитационно-идеологическая схватка, спор, да, там, война идеологическая, но не журналистика. Я, извините, сам пишу тоже колонку, и вот один из своих блогов назвал «Хочется правды об Украине». Получил 200 комментариев, и все проклинают друг друга. Одни были из России, вторые из Украины. Вот как вы оцениваете СМИ в этой схватке? Вот очень правильно вы хотите, очень правильное ваше желание, и оно абсолютно верное, и я бы сказал, это то, что нужно сейчас. Но бывают такие эпизоды в жизни, мы можем потом ругать себя, корить, говорить, что мы сами виноваты, или кто-то виноват, или госдеп виноват, не важно. Но сейчас уже такая ситуация, когда вот эта самая правда, правда должна вызреть. Она должна что-то устаковать. Вот сейчас пошли аккуратные сигналы. Слава богу, они исходят своим началом из Минска, кстати говоря. Ну да, как площадки. Минские соглашения, а уже теперь, да, как площадки. Я бы сказал не только как площадки, а я бы сказал еще и как политической некоторой, насчет воли я бы не сказал так уж сильно, воля, да, а сказал бы о политической предрасположенности к таким вот, к таким решениям, к поиску мира. Знаете, Путин хорошо говорил в ООН, а Лукашенко тоже говорил. Очень хорошо, я бы даже сказал. Понимаете? И вот эти его, он более, может быть, говорил более философские вещи, чем... Ну а это было очень интересно слушать, это очень важно. И для меня, например, Минские соглашения, они оттуда, из такой позиции, которую он там... То есть это, вы считаете, влияет и на все-таки более на СМИ, на оппозицию, да? Да, вот сейчас правду, вот мы с вами сейчас будем искать правду, мы не найдем ее, если честно. Давайте некоторое время потерпим. Но поработать на то, чтобы она появилась политически, нам, там, понижать градус и так далее. Вот вы сказали, что у меня в заметках жесткая позиция по Украине. Знаете, она, в чем ее жесткость? Эта позиция жесткая, она очень трагическая, она горестная у меня, эта позиция. Мне страшно горестно это. Потому что... Ну, во-первых, я думаю, где же я виноват и в чем? Лично. Ну, как человек, если не свойственно ни в чем признаваться, я говорю, ну, я-то ни в чем не виноват, конечно, но кто-то же виноват. Для меня это очень личностная вещь. У меня много друзей на Украине. Ну, все у нас в советском времени. Да, мы работали там. И вы знаете, для меня некоторые вещи, они совершенно непонятны. У меня не хватает анали... Я не таланта, а аналитика. Может быть, знаний не хватает. Для меня что-то новое. Знаете, Черномырдин в свое время, он нам это рассказывал, и мы не очень понимали, о чем он. Он говорит, он встречался с главными редакторами в то время, еще в Москве, разумеется. А он уже был послом в Украине. Теперь об этом можно рассказать, да? И он нам навстречу, думаю, что уже можно, да. И он нам говорил, пока я не стал послом на Украине, я не понимал Украину, хотя работал всю жизнь в Газпроме везде, работал с Украиной, в России работал. И в чем он ее понял? Понимаете, по его мнению, все-таки, это другие люди более подверженные влияниям, это более понимающие резкие решения, это люди, на которых можно повлиять и у которых нельзя вот так прямо сразу сказать и навсегда, что вот это их точка зрения реальная и правдивая на самом деле. Он убедился в том, что иногда те люди, в которых он верил, но очень какое-то под влиянием ресурса, финансового, минуты. Менялись. Менялись. Политического, политической атмосферы, они менялись. И тем не менее, вот не хочется наш разговор на Украину переводить совсем уже. Тем более, что тема уже просто Украины. Просто проклятие. Мне один раз понравилась фраза, ну все мы переживаем, у всех друзья, родственники, там жертвы. Все равно на Украину едет. Да, ну да, я... Атеистская фраза, хохол никогда не помирится с москалем, а украинец с русским, вероятно, помирится. Это очень грамотно. То есть, вот, не знаю, мне кажется, что нужно все-таки нам, журналистам, найти в себе силы и возможность отойти вот от этой идеологической схватки. Везде, где меня об этом просят. Понять, что есть русские и украинцы, и все-таки это славянские великие народы, которые должны как-то жить вместе. У нас есть потрясающие, конечно, примеры печальные. Ну, например, сербы и хорваты по вероисповеданию, по многим позициям, по каким-то... Язык один, история одна, потом разошлись. История разная. Это тоже плохо. Ну, они же в конечном итоге сейчас, ну, хотя бы там нет войны, нет этой ненависти. А пусть она будет хотя бы какой-то такой... Пусть это будет дискуссией, пусть это будет внутренним каким-то варевом, которое там внутри под крышкой. Ну, пусть лучше так, чем оно будет вырываться. Много есть, к счастью, и позитивные примеры, есть и негативные. Уважение нужно друг к другу. Вот уважение друг к другу, знаете, это очень важная совершенно вещь. У меня, если можно, если вы позволите все-таки с Украины пока не слезать еще один раз... Я думаю, что сейчас будут вопросы, а я уже подозреваю. Нам не дадутся. В Белоруссии это очень острая тема. Но при том, что, понимаете, там сибиряк, рассуждающий об Украине, это одно. А когда проехать 20 километров с Бреста, и вот она Украина, или 2 километра, это совсем другое. Это беженцы украинские. Давайте, может быть, понятны несколько вопросов. Так, часто... Ой-ой-ой, сколько их уже много. Когда и как... А вот, кстати, закончится украинский кризис, а то сердце кровью обливается, глядя на них. Вот один в один. Вот один в один. Сердце кровью обливается. И вот это удивительное... То, что они такие оказались впечатлительные, если не сказать других определений, чтобы никого не обижать, там, мы такими мотивированными, впечатлительными, такими недальновидными. Вот когда он закончится? Вы знаете, вот у меня есть такая теория, возможно, неправильная. Возможно, она такая, моя личная, никому не навязывают. Знаете, что такое Украина сейчас? Это Россия, это Советский Союз в 90-е. Я вспоминаю себя. Сколько было веры. За границей нам поможет. И в правительство мы себе посадили, наносив себе на голову американских советников. И с американцами мы везде мирились. И все у нас было хорошо. И Стинг пел, что русские любят своих детей. И тоже мы говорим, боже мой, наконец-то они доперли. Значит, что, конечно, мы любим. И сколько было этой веры, надежды. В том числе и финансовой. Помогут, вытянут, значит, постараются и так далее. Оказалось, ни на кого нам нельзя рассчитывать. Все это ерунда. В конечном итоге. За все надо платить. И платить еще разочарованиями, детьми, непристроенными. Вот той же несправедливостью. Несправедливостью в конечном итоге. Хотя эта несправедливость нам ниоткуда, не из Америки к нам пришла. Она исторически есть. И сейчас, по-моему, можно было гораздо больше и правительству, и стране, и обществу заниматься собственной справедливостью, установкой справедливости сейчас себе. Это тоже правда. Это я про Россию говорю. Давайте еще вопросы, Владимир Владимирович. Ну, если я ответил. Мне кажется, ответил. Ну, в общем, да. При том, что мы не можем, если на каждое отвечать, нам нужно до вечера. Ну, а потом там, понимаете, когда человек говорит, у меня кровью обливается, это он хочет услышать сочувствие или понимание. Безусловно, оно есть. Еще такой вопрос. Часто в российской прессе можно прочитать, что Беларусь это историческое недоразумение. Что нет ни языка, ни культуру, ни истории. Такие идеи популярны в вашей стране. И скажите часто, как человек осведомленный, есть ли у Российской Федерации агрессивные планы в отношении Беларуси? Вот видите, вам даже такие вопросы. Значит, как носитель всех государственных секретов. И черного чемоданчика. И черного, и ракетного, и любого, да. Смотрите, какие у нас могут быть планы агрессивные насчет Беларуси? Это вообще странно, когда у нас военно-политический союз. У нас единая система ПВО, у нас единые заводы военные. Ну, это ясно. Но вот тем не менее, первая часть. А вот волнуются люди. Вот первая часть, и люди волнуются. Их обижает. Их это обижает. Но, вы знаете, я бы так вам сказал. Есть, наверное, такие средства массовой информации в Беларуси, если хорошо поискать. Какие-нибудь совсем уж такие. То мы там и про Россию что-нибудь прочитаем. Вот такое. Очень даже прочитаем. Очень прочитаем. Да, вот я даже не хотел никого бежать. Поэтому дураков везде хватает. Значит, что означает? Как это можно понимать вообще? Что это такое? Исторический нонсенс или как он там? Ну, да, ну, зряхо. Историческое недоразумение. Да, недоразумение. Ну, кто так бежит? Ну, дурачок. Ну, давайте его не читать. То есть, это не тенденция российской прессы? Да нет. Слушайте, вообще, это не только не тенденция. У нас есть такие, действительно, у нас есть такие, любят погромыхать, покричать, что там, значит, я вот не очень это все понимаю. Ну, возможно, какой-то пронарод великий, там, какой-то в далекие-далекие времена был единым странством. И что теперь? И что теперь? Языки разошлись? Разошлись. Они навязаны, эти языки. Кем навязаны? Как? Они существуют, они существуют, и не в зуб ногой. И так далее, и тому подобное. Ну, что значит недоразумение? Это независимая совершенно республика. Это наши братья, это наши друзья. И кто так пишет, и кто так думает, не только дурак, но и враг, противник, очевидно, негодяй. Еще какие слова там есть? Владимир Константинович, давайте... Как негодяй по-белорусски? Не знаю, честно. Негодяй не знаю. Ну, да, да, да. Вот друг знаем. Сябр. Сябр, конечно, сябры. Вопрос такой, каким вы видите... У нас злодий всех называют. Злодий? Типа вот злодий. Вот злодей. Ну, злодей, да, да. Ну, это очень близко, да, да. А каким вы видите будущее евразийского интеграционного проекта? Это прям... У нас вчера был Рапота здесь. Вот надо было явиться. Его тоже спрашивать. Да, его, безусловно. Тем не менее, вот как публицизм. Ну, я как журналист, да, я великих тайн-то не знаю, как они собираются это дальше развивать. Но по моим наблюдениям и по моим прикидкам, вот для нас сейчас, если мы сейчас... Сейчас же все говорят. Евроазиатский союз переживает сложные времена. Ну, понятное дело. Там рубль падает, там у вас не все, слава богу. Там есть на нас давление, есть там... Да и в мире не все. Да и в мире. В мире вообще кризис, если честно. Мы иногда... Ой, у нас кризис. Слушайте, да посмотри, что в мире творится. Ну, правда, все говорят. Ну, Китай там с 7% на 4 упал, ну и ладно. А у нас уже за минус там дело зашло. Ну, у всех своя экономика, свои дела. Да, но мне кажется, что альтернативы союзу нашему нет. Если мы сейчас в ужасе друг от друга побежим, а есть такие люди, вот вы спрашивали, есть люди, с которыми я дискутирую. Я дискутирую с ними, потому что иногда вот в такой опасении, таком сиюминутном, много глупостей делается. А если поразмышлять подольше, историю поучить, поглядеть. Сейчас надо... Время трудностей и время кризиса. Это, знаете, как говорится, кризис посылается хорошим руководителям, Богом, для того, чтобы они, наконец, исправили все свои ошибки и наставили то, чем они руководят, на путь истинный. Давайте наставим это все дело на путь истинный. Разойтись, знаете, разойтись проще всего, и мы всегда это успеем, а потом столько будем жалеть. Да, еще вопрос. Здесь даже уже не вопросы начались, знаете, а такие вот реплики. Если Россия и Беларусь такие братья, почему Россия отказывается выдать кредит? Это, знаете, так как в семье. Папа, если ты меня любишь, купи мне айфон. Будете отвечать? Ну, почему буду? Почему вы отказываетесь кредитом? Вы знаете, я вам должен сказать, я не знаю, что сейчас там, какой конкретно мы тебе ременим. Я тоже не знаю, про какие кредиты. Слушайте, мне кажется, что Россия достаточно за эти годы, за многие годы, за последние годы и десятилетия прокредитовала, мне кажется, свою братскую страну, ту республику. Но грех говорить, что мы этого не делали. Делали, безусловно. И больше того, мы благодарны, Россия благодарна за то, как Беларусь это воспринимает и как отстаивает наши интересы. Когда она их не отстаивает, то мы слушаем внимательно, нам объясняют, что, может быть, это интересы Беларуси. Они вот, ну, не будем мы лезть поперек, в пекло, известно кого. Да, ну, ладно. Ладно. Мы, помнится, мы очень надеялись, что во время конфликта Грузия, Осетия, Абхазия, Россия будет более ясно выраженная реакция. Ее не последовало. Но мы с пониманием к этому отнеслись. Ну, мы понимаем. Это есть такая, во-первых, это независимая политика. Во-вторых, те объяснения, которые поступают по этому поводу, мы с вниманием, мы макивая. И давайте еще, потому что вопросов много. Мин солнечный город, а Беларусь не испорченный диким капитализмом. Мне так кажется. Ну, и правильно кажется. Союз был самодостаточный. Имеется в виду СССР, наверное. А сейчас США по одному собираются нас добить. Жаль, нет единства сегодня. Ну, почему его нет? Вроде есть. Вроде есть, вроде нет. Вы знаете, если по-простому сказать, жизнь, конечно, она более вся такая сложная, чем формулировка нашего гостя и пользователя. Но он не представился. Он не представился, да. Но вы знаете, по какому-то гамбургскому счету, что там говорить, да прав он. Ну, собираются они их. Они выстроили сейчас свой геополитический интерес. Они видят их сейчас так, что Россия должна быть слабой, а лучше бы она вообще куда-нибудь... Они Европу-то с помощью... Они Европой... Чтобы посмотреть, что они сделали с Европой. Они предложили ей простую вещь. Давайте мы вам поставим над вами военную безопасность, а с вас ничего не потребуем. Как ничего? Совсем ничего. Суверенитет просто потребуем. Часть суверенитета. А вы будете... Вы же деньги не будете на военную составляющую тратить. Нет, не будем. А вы их куда пустите? А мы будем повышать значит уровень жизни ваших чудесных французов и всех остальных. Чем плохо? Давайте так, давайте. В результате теперь кого мы видим в Европе? Ну, сателлиты значит какие-то... Ну, да ладно, давайте так. До марионеток мы не будем уже так сказать. Да, это чересчур все-таки. Все-таки они... Там есть часть суверенных там государств и так далее. Но то, что это своего права голоса сейчас ни в одном конфликте они не имеют. И то, что они сейчас на горло своей песне наступают с этими санкциями чертовыми. С кем не встретишься там и кто не приедет в Москву из бизнесовых людей. Но мы-то давно под санкциями. Вот, кстати, да. Да, слушай, все тамошние люди говорят, так что вы думаете они не захотят сюда приехать если вы им разрешите заводы какие-то построить инвестиции привезут. Да приедут. Они плачут сейчас, что они в Россию они там такие планы значит, наполеоновские строили. Ну, просто, наверное, Беларусь им более жесткие требования вот выдвигает. И молодец. И молодец. Беларусь выдвигает жесткие требования в Россию их свое правительство не пускает. Что, куда христианину податься я не знаю. Вот они маются и постоянно высказывают. У меня тоже вопрос про европейские ценности. Есть такие фразы, что европейские ценности существуют и для россиян важны так как Россия это тоже Европа. Одни так утверждают. Другие говорят так, что европейские ценности это плод западной пропаганды, что они навязываются России и они совсем не нужны. Вот какая позиция у вас? Слушайте, у меня позиция такая. Есть ценности и ценности. Есть европейские ценности, которые совершенно укладываются и в наши с вами ценности, и в белорусские ценности. Общечеловеческие, библейские, какие хотите. Есть культурные ценности. Есть некоторые вещи, которые не отменишь и в зуб ногой. Они касаются некоторых экономических постанов. Они касаются, я не знаю, того, что солнце всходит на востоке и падает на западе. И так далее. Это все очень важные ценности. Но дальше есть совершенно другие ценности, которые в Европе вроде бы тоже ценности. Ну, например, разнополые браки. Возьмем. Яркая такая вот история. Они притом борются за это, достигают великих успехов. Да, они достигают великих успехов. Их требуют, чтобы здесь в Минске и в Москве проходили гей-парады. Вот прямо им больше нечем заняться, вот как потребовать от нас этого дела. Является ли это ценностью для нас? Да не является. Должны ли мы сейчас переломить все хребет и все-таки поклониться, упасть и сказать? Да нет. А потом это никакой такой ценностью не является. Веротерпимость вполне сдержанная, вполне... До какой-то степени. До какой-то степени, да. Отношение может быть нашей ценностью? Может и является, мне кажется. по отношению к другой вере, другому образу всего самого. Хотя у нас здесь был отец Федор, проповедник известный белорусский такой, который утверждает, что Европа... Кажется, я даже знаю о нем. Да, Европа потеряла свою веру свою. То есть нет конфликта веры, она ее просто упустила и потеряла. Ну вы знаете, я вам скажу так. Европа и Европа тоже есть. Там, как говорится, и ты прав, и ты прав. Да, да, да. Европа вообще понятен. Там тоже есть Европа. Вот я вам говорю про бизнесменов, которые приезжают и плачут, что у них рынок России, они потеряли. Знаете, также в европейских странах есть немало политических сил, немало политиков, и кого хотите, и у высокого уровня, и так далее, которые вообще-то очень надеются, что Россия является последним оплотом того, что они как раз не считают этими самыми ценностями, и которые по тем или иным причинам они вынуждены якобы исповедовать. Знаете, когда сейчас одно дело исповедовать толерантность, это хорошо, типа толерантность, замечательно, да? Когда это вообще толерантность, и когда к тебе миллион ребят заедет из Сирии, из Судана, из Сирии, начинают насиловать тебя, взрывать тебе, значит, что они там взорвали недавно, универсам, и на концертном зале, вот в Париже, в Париже, после Шабрия, Бдо они повзрывали в магазине. А еще они там взорвали. Это другое дело. Это, знаете ли, возникнет серьезный вопрос. А что это я исповедовал? Какую-то толерантность. Я был в Бордо, вы знаете, там эта толерантность дошла до какой-то уже фантастической степени. Лицевая сторона христианский храм, католический, огромный, большой собор. Ну и да, там туристы ходят, и так далее. Костел. Костел, да. Обходишь его с другой стороны, на эту стену прикручено баскетбольное кольцо, и такие смуглые ребятишки, значит... Там, да, там многие вещи, в некоторых городах Германии отменили. Ну давайте это кольцо, кольцо, ну там, где-то в другом месте. И вообще это, ты вот так вот переходишь через мостик, другой мир. Это Европа. Папа Римский впервые в этом году в своей рождественской проповеди призвал европейцев не отмечать Рождество из-за угрозы террористических актов. Этому возмущались и православные, и католические священники, но вот впервые такое произошло. Запретили колокольный звон, запретили в некоторых городах ношение крестиках, а значит люди теряют веру. Вот утверждал отец Федор у нас в эфире. Да даже не веру, понимаете, это уже больше, чем веру они теряют. Те же ценности, о которых вы говорили. Да, это даже вера, это одна из ценностей, а они уже боятся просто на улицу выйти, знаете, есть еще такая ведь ценность, помимо прочей, ну просто, ну я свободен, спокойен за своего ребенка, да, но в конце концов я могу выйти на свою разную улицу, да, а там же этого подчас не происходит. Не надо перегибать палку и говорить, что мы все бываем в Европе и мы видим, что бывает и так, бывает и сяк, и бывают и прекрасные примеры того, как там разные люди уживаются, когда приезжаешь в Лондон, то только диву даешься, как они друг друга тут все не поубивали, не перерезали, потому что одно дело, ты приезжаешь в один квартал и там просто веет ужасом и опасностью, да, а приезжаешь в другой и ты видишь, как люди, ну в общем, сжились. Владимир Константинович, давайте пару вопросов, потому что все-таки эфир у нас какие-то имеют рамки. Удивительно. В Беларуси тоже имеют рамки? Да, да, да. Нет, вы знаете, эти рамки, наверное, вызваны интересом зрителя, потому что есть классическая формула, больше 40 минут не смотрят. Это правда, это правда. Вопрос, мне так, так, три сразу. Если бы не Янукович, опять про Украину, этого не было, просматривается явный шантаз со стороны штатов, денежки там, Да не наверное, а точно. Абсолютно совершенно, если бы не Янукович, хилый, дряблый, бессмысленный, еще и проворовавшийся. Крымчане мне рассказывали, никакие ющенки не облагали Крым такой безумной данью, как прибывший на их плечах, они голосовали за Януковича, прибывший на их плечах Янукович. И что после этого они должны оставаться кем? Когда при первой возможности побежали в Россию. Мне кажется, что очень многих ностальгия не просто по Советскому Союзу, а по тем человеческим добрым отношениям, которые были тогда, как вы считаете? Вы ответили. Я ответил на этот вопрос. Знаете, вот эти человеческие отношения это и есть главная ценность. Ваше мнение по беженскому, по топу беженцев в Европе, ну тоже мы об этом с вами говорили. Мне бы хотелось задать вам вопрос все-таки как ближе к журналистике. Потому что сам занимаюсь интернет-порталом нашим, и вот сегодня вечный спор идет, когда создается информационный ресурс. Там должна быть тизерная реклама, девушки в купальниках, сайт знакомства и так далее, чтобы привлечь трафик. Или все-таки, как кто-то сказал, нужно читателя поднимать на уровень писателя. И приличные вещи писать в блоге, хотя это не всегда популярно. Вот как вы видите информационный интернет-ресурс и вообще современную заработать деньги без порно-трафика. Да-да-да-да. Понимаете, какая вещь? Надо рассчитывать вот на что. Надо очень тонко. Работать надо тонко. Страшно сказать, но мы с вами в какой-то момент можем посмотреть какой-нибудь очень рискованный сайт. Можем? Можем. Можем. А что, надо прямо это говорить? Да. При этом у нас сидим мы там вечно с утра до вечера или больше нас ничего не интересует? Нет. Мы с вами про Украину говорим, мы с вами политикой интересуемся и так далее, и так далее, и так далее. Вот надо стараться. Мне кажется, что вот если политически серьезный какой-то ресурс, не надо ему, конечно, иначе от него отвернутся вот серьезные политические задачи. Лояльная аудитория. Лояльная аудитория увернется. А если у тебя другая задача? Если у тебя задача, ну скажем так, ты народный какой-то ресурс, да, и ты хотел бы привлечь массовую аудиторию и в какой-то момент аккуратно, грубо говоря, задвинуть ей какие-то важные для тебя вещи, ну может, форно-трафик-то уж не надо, но конечно, поработать... Ну фотосессию с конкурса красоты можно, да. Я считаю, можно. Я считаю, можно. Это во мне говорит шеф-редактор. И мы, да, мужчина, и шеф-редактор комсомольской правды, и главный редактор. Вот я так и хотел сказать, это комсомолка. Мужчина железно говорит, абсолютно. Я приветствую фотосессии с конкурсом красоты. Вечный спор идет по поводу комментариев в интернете. Он идет и в Европе, и у нас, и в России, да. То есть, одни считают, что комментарии должны модерироваться, или постмодерация, или премодерация. Другие считают, что должна быть полная свобода, пиши, что хочешь. Третьи вообще запрещают комментировать. Вот интересно, какое у вас мнение? Премодерация. Премодерация. Если говорить попросту, вам отвечать. Как у нас. У нас премодерация. Понимаете, потому что, просто потому, что я же здесь сижу, я, знаешь, вот, ребята, знаете, что вы там пишете, вы свобода, то есть, знаете, я здесь хозяин, Барри. Да, при том, что моя редакционная политика, и даже моего противника. Если я не хочу, чтобы ты его обзывал, купюра, и опять купюра, да, так ты не будешь у меня так его называть. И вообще и делай. на ваш взгляд, редакции, как вот сейчас в Беларуси, должны отвечать за комментарии, которые размещаются на их площадках. Моя точка зрения, что они должны, что этот фильтр должен быть четко структурирован. Ну, грубо говоря, ругательство, там, оскорбление, национальный признак, фашизм. Ну, что там еще по закону полагается, по белорусскому, да? Да, да. Ну, они, в общем-то, одинаковые. По белорусскому закону, да, и по нашему, по российскому. Они почти одинаковые. Да, и плюс еще, знаете, что бы я подключал? Ксенофобия там и так далее. Я бы подключал еще просто здравый смысл. Вот просто здравый смысл. Вы же создали редакционный признак. Если у тебя редакционная политика всех ругает, то ксенофоб и так далее, и так далее, ну, будь готов тогда, что тебя закроют. А если у тебя нет правды вот такого в уме и такой политики, модерируй. А что стесняться-то? Ты же хозяин-барин. Ты же свой ресурс, ты же делаешь для того, чтобы на людей влиять, рассказать о своей точке зрения, повлиять на людей. А зачем еще? Только не надо мне рассказывать, что это я для собственного удовлетворения. Да ладно! Знаем мы этих творческих работников, художников. Все они хотят внимания зрителей, слушателей, читателей. Ну так имейте это в виду. Есть и рамки для этого. Общественно. Я знаю, у вас сегодня насыщенный график. У вас сейчас была встреча. Вот вы у нас. Потом у вас большая встреча вот здесь в Доме прессы. Спасибо, Владимир Константинович. Я напомню, что... Спасибо вам! Спасибо, что приехали, пришли с Москвы. У нас был председатель Совета директоров, издательского доба «Комсомольская правда», генеральный директор «Радио говорит Москва», известный российский публицист, журналист Владимир Константинович Мамонтов. Спасибо большое! Спасибо вам большое! И рады вас видеть в нашей студии в Белоруссии и в Минск. И вы приезжайте к нам! Спасибо! Бываем в Москве! Хорошо! До свидания! До встречи в следующих эфирах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова